О том, что сейчас происходит в Луганской области, мы поговорим с главой Луганской военной администрации. Сергей Гайдай с нами уже на прямом включении. Здравствуйте, видим и слышим вас. Сергей Владимирович, приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы сказать действительно доброе, но новости далеко неутешительные. Скажите, пожалуйста, какая обстановка сейчас у вас в регионе? Ну, у нас пока без изменений, нет каких-то больших прорывов, но и нет негативных новостей. В принципе, знаете, тут подходит хорошее выражение для наших вооруженных сил – стабильность, признак мастерства. По-прежнему, если есть какие-то попытки обстрелов или попытки прорвать оборону наших вооруженных сил, то они все отбиваются. Более того, наши военные продвигаются медленно, но уверенно продвигаются вперед. Какие сейчас основные факторы, которые влияют на процесс деоккупации украинских земель, в частности в Луганской области? Ну, нам по-прежнему все-таки мешает погода, и по большому счету все-таки российские оккупационные войска успели подготовиться, бросили очень много резервов и свежемобилизированных, и технику успели подтянуть, и успели очень сильно заминировать все подходы. Плюс поподрывали небольшие мосты, которыми тоже можно было, собственно говоря, пользоваться. Ситуация достаточно тяжелая, но абсолютно понятна командованию, все видят, вся карта военных действий абсолютно понятна. Они знают, что они будут делать и что делают. Поэтому я же говорю, что мы в принципе не останавливаемся. А также сообщается о том, что в Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты, есть разрушение. Собираем информацию. Как только больше информации поступит, мы тут же будем сообщать ее нашим зрителям. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, как гуманитарная обстановка в Луганской области? Ну, то, что касается деоккупированных населенных пунктов, то все-таки сейчас максимальный акцент на то, чтобы вывозить людей с вот этих деоккупированных населенных пунктов. Потому что они пока еще находятся в достаточно малой близости от проведения боевых действий. То бишь туда до сих пор еще прилетают достаточно часто и грады, и артиллерийские какие-то снаряды. Поэтому оптимально, конечно, людей все-таки вывезти. Чем на сегодняшний день занимаются волонтеры, военные и патрульная полиция? Подключаются. Это те ребята, которые, в принципе, и занимались эвакуацией с первых дней вторжения России в Украину. То, что касается неподконтрольной территории, на временно оккупированной, ну, там все так же. В принципе, перебои, вот там, где крупные города, перебои со светом, с газом, с водой, проблемы с и медициной, и проблемы с нормальным подвозом продуктов питания. Ну, посмотрим уже, что мы увидим после деоккупации. Потому что, видите, мы видим такую тенденцию. Во-первых, обстреливали, когда заходили в область российские войска. И когда их выбивают с территории, то они начинают просто уничтожать населенные пункты, которые уже деоккупированы. Поэтому на сегодняшний день даже сказать, какую они инфраструктуру оставят после себя, в каком состоянии, очень сложно. Сергей, еще вот такой вопрос касаемо трассы Сватова-Кременая. Ведь мы понимаем, что это трасса жизни, ее так можно назвать. Действительно, какая там сейчас ситуация? Потому что мы понимаем, одно дело быть далеко от нее, другое дело контролировать. И есть ли возможность по этой трассе жизни что-нибудь доправлять в область из тех же гуманитарных миссий? Нет, однозначно этой трассой пользоваться нельзя. Она находится под, вот тут внимание, огневым контролем вооруженных сил Украины. То бишь, на сегодняшний день полностью, ну или практически полностью, нарушена логистическая цепочка именно российских оккупационных войск. Но мы пока еще этой трассой не можем пользоваться, потому что, ну там, во-первых, ее никто не разминировал. Во-вторых, все равно она простреливается и российскими войсками. Поэтому это пока больше успех вооруженных сил Украины для разрушения логистических стабильных цепочек как раз российских войск. Все остальное это уже далее, чуть позже будем говорить, когда наши военные смогут действительно уже зайти на трассу и даже отодвинуть чуть-чуть подальше от нее вооруженные силы Российской Федерации. Мы вчера буквально обсуждали здесь, в эфире, вот в это же время, ситуацию в Мелитополе. Там возвращаются 30-е, когда людей на улице останавливают, забирают телефоны, проверяют подписки в телеграм-каналах. Ну то есть происходит такая вот хаотичная фильтрация. Ищут партизаны, ищут тех, кто не симпатизирует оккупантам. Мягко говоря, назовем это так, скажите, пожалуйста, как обстановка у вас происходит с этим? Потому что, ну понятно, что есть движение сопротивления, и понятно, что оккупанты не смогли полностью на 100% подчинить себе и регион, и настроение людей. Но занимаются ли таким давлением? Да, однозначно. Более того, на линии фронта, вот те небольшие населенные пункты, которые там находятся, там даже людей из домов выгоняют. Просто для того, чтобы в их дома, в их квартиры заселять уже там боевиков, которые приезжают, ну вот этих свежемобилизированных, которые приезжают в качестве резервов. Там давно уже стараются гасить полностью мобильную связь, пытаются блокировать интернет, поэтому, ну, даже выезд и въезд в населенные пункты достаточно затруднен. Поэтому можно говорить, что у нас это происходит, ну, не неситуативно, а на постоянной основе, особенно после того, как украинские артиллеристы достаточно часто, не только точно, но и часто все-таки попадают и в казармы, и в склады, и в базы ремонтные. То есть это уже на сегодняшний день регулярно какие-то взрывы происходят на оккупированной территории, именно в местах дислокации вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому это только еще больше, ну, как бы, ужесточает вот этот контроль на оккупированных территориях. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос касаемо пропаганды. Мы же понимаем, что нужно слушать, поглядывать на то, что они говорят в своей Федерации. И это же тоже такие лакмусовые бумажки, такие значки того, как меняются настроения и какие могут быть планы у российских солдат на украинской территории. Скажите, что изменилось из нарративов, которые пытаются озвучить украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях, в частности, в Луганской области? Поменялась ли как-то их риторика? Может быть, какие-то призывы новые? Может быть, ну, что здесь изменилось, что там? А вы знаете, изменилось все в том плане, что пропала вот эта нотка уропатриотизма, что вот мы сейчас всю Украину захватим, вот победа за нами, и вот же скоро, и мы же можем повторить. Вот это все пропало. Сейчас уже, ну, можно так, знаете, использовать выражение маски полностью сорваты, потому что все обещания о какой-то сладкой жизни при русском мире, они уже все ушли куда-то в небытие, потому что все уже говорят достаточно реальные и откровенные вещи. Например, то, что города нет смысла восстанавливать, причем ни один и ни два, не успеем там отремонтировать какие-то дома, давайте дождитесь уже своих там укров, они придут вам все отремонтируют. Ну, то бишь, риторика такая, больше депрессивная, и уже никто не говорит о том, что мы тут всерьез и надолго, и вот планирования какие-то там на 5-10 лет, все это ушло в прошлое. Ну, и по большому счету местные жители все-таки слышат уже по приближению фронта, по звукам взрывов о том, что все-таки армия российская отходит, а не так, как говорят по телевизору, она все время в наступлении и новые территории захватывает. Скорее бы убиралась в Освоясе, никогда больше не возвращалась бы в Украину. Сергей Владимирович, спасибо большое. Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации, был с нами на прямой связи.